Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа «События недели». Смотрите в выпуске. Ситуация с распространением коронавируса, о количестве госпитализированных в ходе вакцинации и исполнении указа о мерах повышенной готовности. Так, в настоящее время в республике наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Функционирует шесть госпиталей, в том числе открытый дополнительно 1 октября COVID-госпиталь в Карачаевске. Общее количество развернутых коек – 1165. В стационарах на сегодняшний день проходят лечения 988 человек. Актуальным вопросом остается низкая активность населения по вакцинации. Наиболее благоприятная ситуация по вакцинации сложилась в Ногайском, Адыгихамльском, Зеленчукском муниципальных районах. Ниже всего темпы вакцинации в Карачаевске, Карачаевском районе и Черкесске. Главный санитарный врач Республики Сергей Бескокотов выступил с рядом предложений по усилению ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19. В ближайшее время ожидается усиление ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По итогам совещания Мурат Аргунов обратил внимание Управления Роспотребнадзора, представителей правоохранительных структур, духовенства и органов местного самоуправления на необходимость усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдения масочного режима и социальной дистанции, а также активизации информационной работы с населением. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии, госпитализированных, о работе госпиталей, вакцинации, вестям рассказал министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. Добрый день, Казим Азриталевич. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике для нашей программы. Добрый день. Спасибо большое, что тоже не оставляете нас без внимания. Нашу программу смотрит большое количество людей. Я считаю нужным вам сказать о том, что они будут следить за каждым словом, которое признется новыми министром здравоохранения Карачаево-Черкесии. Я знаю, что у вас большая зрительская аудитория, и я буду рад, если смогу ответить на все ваши вопросы. Казим Азриталевич, я хотел бы начать со слухов. Сегодня в Республике есть часть населения, которая говорит о том, что в госпиталях не хватает лекарств. В частности, речь идет об актемре или препаратах, которые заменяют это лекарство. Так ли это? Да, сегодня есть проблема не только в Карачаево-Черкесии, но и на территории всей Российской Федерации по поставке именно биологических препаратов, таких как Актемра, Артнегия. Актемра – это препарат, который выпускается всего одной компанией в мире. Это компания Нарош, швейцарская компания. Она поставляется во все страны, в том числе и в Российскую Федерацию. В связи с подъемом заболеваемости не только в России, но и в других странах сегодня данный препарат находится в дефектуре. Есть препараты, которые заменяют Актемру, и по назначению врачей, если врачи, лечащие считают, что данные препараты можно использовать для пациента, их активно используем. Но есть ситуации, когда лучшим выходом является Актемра. Сегодня распространяются слухи о том, что есть американский препарат, американское лекарство, которое может избавить от коронавируса за три дня. И стоит оно порядка полутора миллионов рублей. Соответствует ли это действительности? Действительно ли есть такой препарат? Мы постоянно сталкиваемся с тем, что многие производители, выпуская лекарство от коронавируса, позиционируют как его единственным препаратом, который полностью излечивает. Уже несколько таких препаратов было и есть на фармрынке, но я скажу точно, нет на сегодня день ни одного препарата, который 100% излечивает от коронавируса. Поэтому существуют у нас консилиумы, существуют врачебные общества, которые сегодня проверяют данные препараты, которые смотрят эффективность. Каждый препарат действует на определенную группу НИЦ. Есть препараты, которые более помогают молодым или это в разной степени заболевания. Но чтобы был препарат, который лечит среднюю, тяжелую степень заболевания, сегодня таких препаратов нет. Хотя исследования идут, есть позитивные результаты и у российских ученых, в том числе и у американских ученых, у немецких ученых, японских ученых. Все сейчас работают над тем, чтобы найти противоядие этому тяжелому заболеванию. И уже есть наработки определенные. И я надеюсь, что, если не до конца этого года, то в начале следующего года более эффективные препараты, наверное, должны выйти на рынок. И в связи с тем, что это массовое заболевание, болеет много людей и потребность препаратов большая, поэтому себестоимость лекарства, конечно, будет уже не такой большой. Особо дорогие лекарства, это которые до узкого круга лиц, которые востребованы, бывают в небольшом количестве, те препараты достаточно дорогие. А те препараты, которые выходят на рынок вначале с баснословной ценой, и если она выходит в массовое производство, то цена падает в разы. Поэтому тех цен, что сейчас миллион-полтора, это могут быть какие-то сегодня экспериментальные лекарства, которые, если выйдут в промышленный оборот, то цена у них, конечно, будет намного ниже. Насколько велика возможность заражения коронавирусом повторно? Вы знаете, такая вероятность есть, есть подтвержденный, и это не единичный случай. Все зависит от особенностей организма. Насколько иммунный ответ организма на перенесенное заболевание был у человека высоким. Все зависит от того, сколько времени прошло после заболевания. Сегодня во всем мире уже доказано, что через полгода после перенесенного заболевания иммунитет человека в разы перестает сопротивляться коронавирусной инфекции. Точно так же, как и после вакцинации. На сегодняшний день мы точно видим, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, даже если повторно болеют, они в более легкой форме его переносят. И шансы на выздоровление в разы больше тех, кто заболел впервые. Казим Азаратович, по Вашему мнению, с чем связан такой небывалый рост заболеваемости коронавирусом сегодня? Много факторов влияют на рост заболеваемости в регионах. Один из факторов – это мутация вируса. Другой фактор – это то, что мы расслабились, то, что мы перестали соблюдать элементарные правила. Сегодня мало кто одевает маски. Мы видим, что в общественных местах люди без масок проводят свадьбы, на похоронах люди не берегут себя и своих родных. Вот все это наше общение, все это то, что мы друг с другом встречаемся, пересекаемся, это все приводит к тому, что вирусу есть где распространяться. Тем более у нас низкая вакцинация в регионе, у нас низкая иммунная прослойка из-за этого. Поэтому еще много людей есть, которые могут сейчас заразиться и быть источником заражения других. Все это, конечно, влияет на то, что по всей России, сейчас мы уже перегнали первую, вторую, там сколько волн, как, кто считает, я не знаю, но все волны мы перегнали. И сегодня у нас мы вышли на новые цифры, которых у нас никогда не было. По количеству зараженных, по количеству госпитализируемых и по количеству тех людей, которые у нас сейчас находятся в состоянии болезни. Вы сейчас говорили о ношении масок, но есть мнение, что вот этот последний индийский штамм, он на него не влияет маска, носишь ты или ее не носишь. Хотелось бы узнать тоже ваши комментарии по поводу такой информации. Вы знаете, Роспотребнадзор России постоянно проводит мониторинг защитных средств, сегодня которые могут нас всех защитить. И медицинские маски трехслойные реально могут защитить, но мы должны не забывать то, что должна быть дистанция не менее полутора метров вообще людей. Все зависит от того, это закрытое помещение или это на улице люди, и насколько массово в одном месте находятся наши граждане. Все это тоже ведет. А так маски защищают, вакцина защищает, социальная дистанция защищает. Если мы этого всего будем придерживать, как придерживаешь первую волну, я уверен, что мы сумеем победить в ближайшее время этот новый всплеск заболеваемости. Можете сказать об особенностях индийского штамма коронавируса? Как его можно выявить? Почему, я спрашиваю. Потому что много людей сегодня болеют, у них обычный насморк, может быть без температуры, может быть с температурой. Тех симптомов, которые были при первой волне, сейчас этих симптомов нет, но получается, что он лечит насморк, и у него через неделю осложнение, и он находится в очень тяжелом состоянии, оказывается, что это коронавирус. Как сегодня человек может определить, что это не насморк, а коронавирус? В первой волне это была температура 37,5, 6, 37,8, и плюс еще это сопровождалось кашем. Сейчас этого нет, но люди заболевают. Как определить новый штамм коронавируса, скажем так, в домашних условиях, и понять, что это никакой не насморк и никакая не аллергия? В условиях пандемии любые изменения самочувствия, ухудшения самочувствия, конечно, надо дифференцировать в первую очередь от того заболевания, которое именно распространено на территории. Сегодня это коронавирус. Поэтому единственным доказательством, есть он у вас или нет, это всегда является ПЦР-диагностика. А симптомы остались и те, что были и в первую волну, это и ухудшение самочувствия, и температура, и кашель. Добавились симптомы, это боль в горной, что можно перепутать с ангинами, это кишечные расстройства добавились. Ряд симптомов, которые были не характерны именно для первой волны. Но я еще раз хочу повторить, вот все симптомы, которые у человека есть, приводят к ухудшению здоровья, это и кашель, и отдышка, боль за грудиной, боль в горной, какие-то кишечные проявления. Любые проявления сегодня надо дифференцировать с ковидом, потому что вирус мутирует, мы можем еще и не знать, какие проявления у него могут быть в связи с мутацией. Поэтому первое, что мы должны сделать при повышении температуры, ухудшении состояния, это, конечно, вызвать на дом медработников, которые возьмут ПЦР-тест, и мы уже будем точно знать, с чем столкнулись и как лечить. Вы сейчас сказали по поводу ПЦР-тестов, но есть случаи, когда делают и один, и два, и три теста, и коронавирус не подтверждается. Но на самом деле человек в итоге, оказывается, что он болеет коронавирусом, и даже бывают там серьезные осложнения, потому что он вовремя не начал лечить. Что вы по этому поводу можете сказать? Вы правы. Есть такое понятие, как условно-положительный, условно-отрицательный. Есть моменты, когда вирус уже не находится в носоглотке, когда вирус уже поражает легкие, тогда берется бронхолегочный лаваш для подтверждения. Но есть еще другие методы. Это компьютерная томография. Когда у человека более трех дней держится температура свыше 38 градусов, когда у него боль за грудиной, одышка, снижение сатурации, тогда рекомендовано проведение компьютерной томографии. И там мы видим, есть поражение легочной ткани, тем более оно характерно для коронавируса. Специалисты сразу понимают, что это вирусная этиология поражения. Также есть еще анализы крови. Это и цирреактивный белок, это и дидимеры, и ферритины. На что у нас берем сегодня? Также на иммунитет, когда мы сдаем, там М, G есть такие. Вот М – это показатель того, что активный процесс вирусной нагрузки есть. G – это уже когда человек переболел, у него вырабатываются антитела. Поэтому всегда есть и другие лабораторные методы диагностики, есть у нас сейчас инструменты, когда мы можем уже с вероятностью достаточно высокой сказать, есть у человека коронавирус или нет. Г – Насколько загружены сегодня в республике ковид госпиталя, и есть ли у нас в регионе возможность увеличить при необходимости койко-места? Г – Сейчас у нас есть еще свободный коечный фонд, порядка 20%. Есть возможность открыть еще дополнительные инфекционные госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но на сегодняшний день более 900 человек у нас уже лежат в стационарах и получают лечение. Это достаточно высокая цифра для нашего региона. И открывая госпиталя, тем самым, вот я хотел бы сказать, что сегодня это треть всего коечного фонда республики открыта для лечения больных коронавирусной инфекцией. Из-за этого страдают больные, которые нуждаются в госпитализации в связи с другими заболеваниями. Поэтому, чтобы помочь здравоохранению региона, оно не бесконечно. Вот мой коллега Денис Проценко как-то в своем выступлении сказал, что хватит испытывать на прочность здравоохранение России. Оно не бесконечно. И на всех жителей России у нас коек не хватит. В первую очередь, в первую очередь, мы сами должны осознать, насколько это тяжелая болезнь, насколько бывают трагичные последствия данного заболевания. И сделать все, чтобы уберечь себя, своих родных, своих близких от коронавирусной инфекции. Как я уже говорил раньше, соблюдение дистанции, ношение масок, санитарные нормы, это мытье рук, полоскание, проветривание, использование спиртовых растворов для обработки поверхностей, для обработки рук. Это все, что мы делали в первую волну, оно реально работает. И мы это видим, что это работает. Но мы расслабились. Казим Азриталевич, наша программа выйдет в воскресенье, мы записываем ее накануне. И вот сегодня стало известно о том, что Татьяна Голикова, вице-премьер правительства Российской Федерации, сказала о том, что необходимо вводить семидневные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Ну, все здесь с тем, что заболеваемость увеличивается. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу каникул, насколько это необходимо, в частности, в нашей республике. К сожалению, в Российской Федерации уже накоплен опыт по разведению людей, по недопущению распространения инфекции. Почему говорю, к сожалению, потому что данные заболевания нам не оставляют выхода. Сегодня, если не все люди готовы нам помочь, приходится принимать иногда непопулярные меры. Это такие, как отправлять людей на дистанционную работу. Это опять, как помните, в первую волну мы разводили детишек. В связи с чем это связано? То, что дети, дети, они могут не знать, что болеют. Они без симптом могут переносить данное заболевание, но быть источником заражения для всех остальных. У нас рост заболеваемости начался именно в сентябре месяце, когда все детки, кто пошел в школу, кто в училище, кто в институты, и когда уже стали большие организованные коллективы, конечно, там уже распространение вируса. Вот, кстати, насчет того, что вы спросите, чем отличается этот вирус? Тем, что он более агрессивен. Если ранее считалось, что один человек трех может заразить, то сейчас один человек может девятерых заразить. Он более агрессивный, более контагенозный. Поэтому принято решение, чтобы как-то снизить сегодня пик заболеваемости, потому что мы ежедневно антирекорды устанавливаем. Это один из вариантов. Это развести детишек, наших обучающихся. Дать людям старше 60 или 65 лет уйти на дистанционную работу. Также, как и в первую волну, будут, наверное, какие-то приняты ограничительные меры. Я думаю, это будет принято по всей стране. Но это решение за руководителями оперштабов. А руководят оперштабами – это главы субъектов Российской Федерации. Наверное, завершим нашу встречу таким вопросом. Он касается, наверное, самого важного – это вакцинации. До сегодняшнего дня многие люди не понимают о необходимости вакцинироваться. И аргументируют свой отказ тем, что многие провакцинировавшиеся, они тоже лежат в больницах. Я бы хотел, чтобы вы нашим зрителям пояснили, действительно ли они попадают в больницы, люди, которые вакцинировались, и что такое вакцинация в общем, как она защищает человека. Спасибо большое за этот важный вопрос, который вы сегодня задали. Единственным средством на сегодняшний день уберечь себя – это является только вакцинация. Я про себя скажу. Я переболел в конце ноября, в начале декабря. В мае месяце, в конце мая я привился. Вторую – я спутником ВИ привился. Кто-то спутник 5 назвает, но правильно – спутник ВИ. Вторую прививку я сделал в июне месяца. Вот как только пройдет полгода, я обязательно ревакцинируюсь. Я знаю, что каждый из нас встречается с людьми, каждый из нас бывает в организованных каких-то коллективах, но мне по долгую работу приходится чаще сталкиваться с теми, кто болеет. И вот за это время после прививки, благодаря иммунитету, я ни разу еще не заболел. Недавно я привился еще и от гриппа. Чтобы защитить себя в сезон заболеваемости, чтобы, как вы правильно сказали, чтобы не перепутать грипп и коронавирус, чтобы себя максимально обезопасить. Но любая прививка всегда подразумевает не стопроцентную защиту от того, что вы не заболеете. Она предполагает то, что даже если вы заболеете, все это зависит от иммунного ответа организма, сколько вырабатывается у вас антитил, что вы перенесете его в более легкой форме. От общего количества вакцинированных у нас в республике болеет 2,3%. А 0,8% это те, которые лечились у нас в госпиталях. Но это разве не показатель? Я еще больше скажу. Вот сегодня у нас среди поступивших госпиталя на первом месте Черкесск, на втором месте Карачаевск, потом Малокарачаевский район. Это те районы, где самый низкий процент вакцинации. С Ногайского района, который сейчас лидер по вакцинации, 0. С Урупа 2 человека поступило, которые впереди. Хабец 4 человека поступило всего. Это те районы, которые к вакцинации отнеслись более с пониманием. Вот простой показатель. Мы сами видим цифры и сами понимаем, что да, вакцина работает. Сегодня она работает. Другой защиты нет. Есть статьи из закона, которые предусматривают наказание за распространение ложной информации. Вот эти псевдоученые, которые сегодня по телевизору выступают и рассказывают о вреде вакцинации, я думаю, вот уже ими скоро заинтересуются те органы, которые должны этим заниматься. Потому что по всему миру мы видим, что именно вакцина работает. И российская вакцина на сегодняшний день не уступает тем вакцинам, которые созданы в других странах. Она закупается многими странами. То есть если мы хотим себя защитить максимально, то только вакцинация? Это вот на сегодняшний день, это однозначно, это даже уже не обсуждаются, это уже и скептики поняли, и те, у кого были пограничные состояния, сомнения были. Сегодня все поняли, потому что есть факты. Те регионы России, которые привились и достигли определенного коллективного иммунитета, у них 12 регионов, вот сегодня был ВКС, 12 регионов, где нету заболеваемости. Роста заболеваемости есть, роста заболеваемости нет. И это 12 регионов лидеры по вакцинации Российской Федерации. Какие еще доказательства нам нужны, чтобы это понимать? Я вас всех прошу, моих дорогих земляков, в первую очередь давайте сбережем наших старших. Вот их именно надо прививать в первую очередь. И, конечно же, самим не быть источником заражения и обезопасить себя. Вот это наша с вами самая главная задача. Владимир Владимирович, спасибо за интервью, спасибо за эту информацию, которую вы довели до нас, до наших телезрителей. Я уверен, что разум преобладает, и люди начнут относиться к своему здоровью более щепетильнее, если можно так выразиться, и начнут вакцинироваться. Я вас тоже очень благодарю за сегодняшнее интервью. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, не болейте, и, как вы правильно сказали, более ответственно относитесь к своему здоровью. Далее смотрите рекламу, после продолжим. Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 5-8-5-золотой. Тысячи причин услышать «Да». Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальные образования. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! На минувшей неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в памятных мероприятиях в честь первого президента Габардино-Балкарии Валерия Кокова, посвященных 80-летию сотня его рождения. В родном селении на главной площади, на малой родине Валерия Кокова, Рашид Тимрезов и глава Габардино-Балкарии Казбек Коков приняли участие в открытии мемориала, созданного по инициативе местных жителей. После открытия к памятнику возложили цветы, а присутствующие поделились воспоминаниями о выдающемся государственном деятеле. После торжественной церемонии открытия все отправились в столицу республики Нальчик, где возложили цветы еще к одному памятнику первому президенту Кабардино-Балкарии, расположенному перед зданием Государственного аграрного университета имени Валерия Кокова. Затем состоялось торжественное заседание общественности. Глава Карачаева Черкесии в своем выступлении лично обратился к Казбеку Кокову. «Вы с честью продолжаете путь своего отца, с теми же присущими и Валерию Мухаммедовичу, и вам правильными жизненными ценностями, верностью своему делу, незыблемой любовью к родной республике и преданности ее жителям. И сегодня социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии продолжается по векторам, обозначенным первым президентом республики Валерием Коковым», подчеркнул Рашид Тимрезов. «Жизненный путь Валерия Мухаммедовича Кокова, его профессиональная деятельность на посту руководителя Кабардино-Балкарской республики и сегодня, спустя 16 лет со дня его безумерной кончины, служит для каждого из нас примером безответного служения интересам родной республики и Большого Отечества России. Уважаемые присутствующие, все мы знаем про Валерия Мухаммедовича, о значимости его личности можно говорить часами. Непревзойденный дипломат, чуткий и честный человек, который до глубины души любил родную Кабардино-Балкарию и сделал все для обеспечения безопасности и благополучия ее граждан. Сложно переоценить тот весомый вклад, который он внес в обеспечение суверенности и целостности страны. Благодаря дальновидности и мудрости одного из самых уважаемых политиков своего времени, сложные для всей страны времена, он способствовал сохранению мира межнационального и межконфессионального согласия на Кавказе. Кубанские казаки отметили 325-ю годовщину образования кубанского казачьего войска. На территории Покровского храма Черкеска состоялось честование и награждение казаков, отличившихся в несении государственной службы, а также прошла церемония принятия присяги молодым поколениям Баталпашинского городского казачьего общества. Подробности далее. Годом основания кубанского казачьего войска считается 1696-й. Именно тогда был создан один из старейших полков в Хаперске. Торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли в Черкесске, Зеленчукском, Прикубанском, Урупском и Уздзегутинском районах. В ходе мероприятий был зачитан приветственный адрес главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Затем состоялось награждение, отличившихся в несении государственной службы, а также в организации проведения спортивных мероприятий. В Покровском храме прошла церемония присяги. Клятва юных казаков невозможна без совершения соборной молитвы, ведь казаки клянутся не только быть достойными гражданами страны, но и защищать православную веру. Перед святым Богом и перед святым Его Евангелем и Христовым Животворящим Крестом обещаю верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной и Кубанскому казачьему казачеству. Божий милосердный, будь мне помощником и заступником в несении службы моей. Аминь. 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 К присяге, выходя на середину храма, с трепетом целуют знамя Святой Евангелия и Крест. В этот день в ряды кубанского казачьего войска вступили около двух десятков человек. Каждый новоутвержденный казак впервые произнес слова «Служу Отечеству, казачеству и вере православной». Мы стараемся часто проводить различные подобные мероприятия для объединения казачества, чтобы они знали свои корни, знали свою историю, воспитываем их в духе патриотизма, прививаем спорт к спорту, к любви к родине, объединяем казачество. Это подготовка к армии для молодых ребят, я так считаю. Ну и, конечно же, самое главное, они будут знать историю своей малой родины, ведь, как известно, это казаки основали станицу Баталпашинскую. Ну, многие молодые ребята об этом не знают, но вот сейчас узнают, познакомятся с казачьей культурой, традициями, может быть, решат дальше развивать казачество, работать на его благо. Принятие присяги – очень важный этап в жизни ребят. Не только потому, что они стали частью большой казачьей семьи, но и потому, что на их плечи возлагается огромная ответственность с честью носить гордое звание – казаки. Мурат Жантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальные образования. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok